В начале марта мы посеяли огурец сорта Кураж. Наша задача попытаться получить ранний урожай на подоконнике еще до начала тепличного сезона. Следит за развитием сеянцев эксперт Александр Самсонов. Здравствуйте! Три недели назад мы посеяли огурцы в маленькие емкости. А сейчас надо эти огуречки пересаживать в большой емкости, чтобы корневой системе хорошо развивалось, чтобы через некоторое время мы смогли уже собирать первые огурчики. Знаток всех потребностей этой популярной овощной культуры начинает с крутого замеса почвосмеси. Чем богаче ее состав, тем здоровее растение и больше урожай. К каждому корешку Александр Самсонов выделил емкость не менее 10 литров и подготовил почву по авторскому рецепту. В готовый грунт для овощной рассады он добавил еще 4 ингредиента. 10% яичной скорлупы – это кальций, который помимо удобрения защищает почву от вредителей и разрыхляет ее. 10% циафлоры – это кремний. Его задача удерживать влагу в почве и укреплять стебель. Костная мука – питает растения фосфором, кальцием и азотом. Рыбная мука – для хорошей завязываемости зеленцов и улучшения вкуса. Запах какой, да? Хороший. И вот мы начинаем мешать. Что такое хороший грунт? Когда вот взяли, сжали, и он вот чуть-чуть, видите, и он рассыпался. Грунт шикарный, подготовлен. Идем дальше. Берем подносик. Вот такая у меня идея родилась, как выращивать. Беремте вот такой пакетик. И вот такая емкость. Смотрите, вот здесь дырочки. Для чего это сделано? Что когда вырастет это растение в этой емкости, я потом вынимаю из вот этого пакета и могу положить на землю, присыпать и выращивать в теплице. Сейчас, кстати, самое время определиться с семенами огурцов для теплицы. Есть четыре правила выбора семян. Первое. Предпочтение отечественным сортам и гибридам. Правило второе. На упаковке должно значиться, что семена предназначены именно для теплицы. Кураж, щедрик, зеленая лавина, изумрудная семейка, три сестрицы, барабулька, лилипуд, хрустик. Все они являются портенокарпиками. Это значит, что растут без опыления насекомыми. Правило третье. Для свежих салатов, для маринования и для засолки нужно выбирать разные гибриды. Например, зеленый крокодил, герасим, луховицкий, великолепны в свежем виде. Они гладкие, мелкобугорчатые. Для маринования лучше выбрать кураж, крохотулю, князя Владимира, дедушкину внучку, зеленую лавину. Для соления в бочках лучше всего подойдут пчелопыляемые огурцы. О семенах для открытого грунта мы подробно расскажем в следующих выпусках. Затем берем огурец кураж. Вот смотрите, у него раз, два, три, четыре листика. Я считаю, рассада неплохая. Сначала надо ее пролить. Проливаем. Затем нам нужно опрокинуть, достать очень аккуратно растение. Очень ответственное. Вот видите, потому что здесь корневая система. Вот корешки кладем на дно. После чего сеянец присыпают землей до первых семидольных листиков и обильно поливают водой. Дальше стоит задача подкамливать. И вот растение, когда будет расти, чтобы оно не падало, предусмотреть какое-то крепление. Или где-то веревочкой подвязать. Или вот проволочку вот такую вот толстую поставить. Или как вы хотите. Но мы уже по мере роста мы будем смотреть. Ну, для начала можно палочку просто поставить. Сейчас, пока она прекрасно будет расти в таких условиях. Вторую емкость для рассады Александр Леонидович смастерил своими руками из 20-литровой бутыли, обрезав ее вверх и низ. Если первая новинка с чехлом пока еще не поступила в массовую продажу, то этот нехитрый способ доступен каждому. Берем рассадный огуречек наш, проливаем, как в первом. Все прекрасно. Теперь аккуратненько нужно взять растение. Не повредить корневую систему. О, это растение хорошее. Посмотрите, как красиво получилось. Теперь будем поливать водичкой. Дорогие сельцы, я вам дал очень хорошее питание. А теперь я жду богатого урожая. То есть у вас здесь азот, фосфор, кальций, кремний. Яичная скорлупа будет охранять вас от водителей. Все, пора уже огурцы. Что, рано? Ну, конечно, рано, да. Но мы хотим быстрее. И я думаю, что если мы получим хороший урожай, фирма «Гавриш» будет еще больше процветать на просторах России. В следующий раз мы вернемся, чтобы попробовать первый огурчик. Напомним, эксперимент заключается в том, чтобы вырастить в домашних условиях ранний урожай без использования химических удобрений. Огурцы удальцы от «Гавриш». Ранняя урожайность. Плуда нуся до заморозков, не болеют. Ароматная, хрустящая. Кураж, мурашка, зидек и теща. Выбирай «Гавриш».